Самое, наверное, вот это чувство, которое ты хочешь испытать, это когда спортсмен выходит и делает чисто свою программу. То есть ты понимаешь, что лучше было в данный момент сделать нельзя. И поэтому, когда, конечно, Аня закончила свою произвольную программу, я был именно горд тем, что именно сегодня, сейчас, как и в короткой программе, это было идеальное катание, и оно случилось на Олимпиаде, не было никаких шероховатостей, и ты ничего не можешь испытать, по-моему, кроме гордости, потому что оно все здесь в этот момент происходит, и это незабываемые чувства. Аня, ты после оглашения оценок отправилась тоже в эту зеленую комнату и сидела на первом месте, смотрела, как выступает Камила. Мы все смотрели, плакали. Как чувствовала себя в этот момент ты? Ты решала твоя судьба. Ты могла стать олимпийской чемпионкой или всего лишь серебряным призером? Всего лишь, ха. Честно, в тот момент сидела абсолютно погруженная в свои мысли и, наверное, пыталась вообще себя убедить, понять, как бы задавала сама себе вопрос, ты вообще понимаешь, что только что для тебя закончилась твоя произвольная программа на Олимпийских играх? Это то, к чему ты так долго готовилась. И вот сама себе задавала этот вопрос, понимаю ли я, что вообще только что произошло. Но параллельно, конечно, я смотрела прокат Камилы, тоже очень переживала, потому что я как спортсмен прекрасно понимаю ее чувства. После первого же прыжка было понятно, что прокат идет тяжело. И я вот именно, наверное, как спортсмен все эти чувства тоже переживаю. Поэтому, конечно, переживания за Камилу тоже были. Но настолько, наверное, у меня было опустошение внутри, что я как за себя практически ничего не чувствовала. Так и вообще, наверное, после оглашения всех результатов просто такая пустота наступила, эмоции как будто пропали вообще. Все эти дни перед началом одиночественной программы очень много про Камилу говорили. Говорили все. И это был шок для всех, что вообще эта ситуация случилась. Как на вас это влияло? Может быть, немножко давление с вас снялось из-за этого, из тебя и Саша? Честно говоря, до соревнований все-таки настолько я была сконцентрирована на своих прокатах и на своих каких-то переживаниях и проблемах, что полностью от этого отстранилась. И думала вот только о себе, потому что я тоже очень долго шла к этому моменту. Очень много у меня своих было целей, амбиций или каких-то своих переживаний. Поэтому, наверное, все-таки до соревнований, до момента своих программ были все мысли только о своих выступлениях, о том, как мне показать наилучшее катание. Поэтому до все-таки на меня это скорее не влияло. Даже в положительную сторону? Нет, не думаю, что это вообще как-то на меня повлияло. В целом я как готовилась, так и продолжала. А ты помнишь этот момент первого тройного прыжка? Что там случилось, чего раньше не получалось? Я помню тренировку, когда у меня получился первый тройной. Но, наверное, на тот момент как-то менее осознанно это все было. Поэтому понять, что именно, я весь год не могла понять. Наверное, сейчас не могу. Но действительно у меня очень резко что-то изменилось. Я почувствовала вот это ощущение тройного прыжка. И дальше, да, очень быстро прошел процесс. И, конечно, с того момента тренировки до меня стали намного интереснее, чем до этого год такой монотонной работы без особых результатов, скажем так. А следующий скачок вот уже на четверные. Потому что, вообще-то, мы уже привыкли, что четверные нормально. Но вы были первыми, кто начал их делать. Вы вообще представляли себе, какую революцию вы совершаете? Мне кажется, что на тот момент мы этого не представляли. Ну, может быть, тренеры, конечно, уже себе видели, как мы будем на соревнованиях это все исполнять. Но на тот момент оказалось, что мы пробуем действительно что-то новое. И был такой интерес, получится ли. То есть у меня, например, не было уверенности, что спустя несколько лет уже четверные станут чем-то обычным в нашей произвольной программе. Я лично вот, да, заходила тогда, четверной тулуп пробовала. Из интереса мне хотелось, чтобы мне получилось. Хотелось как-то себе доказать, что это возможно. Но, конечно, я не представляла, что дальше это... Что потом мне всю жизнь это появится в проекте. Да. А кто это придумал? И как вообще это произошло, что вот решили, что девочки должны прыгать четверные? Хотя раньше этого не было практически никогда. Нет, ну не было такого, что никогда в истории девочки не прыгали четверные. Нет, ну попытка была... Да, заходили и тройную акцию прыгали, и четверной с Альхов прыгали. Поэтому, конечно, не было ощущения, что это должно стать обыденностью. И что причин для того, чтобы девочки не прыгали четверные, на самом деле нет. Они только у нас в голове. Потому что в какой-то момент все решили, что мальчики прыгали четверные, а девочки тройные. Ну и привыкли все к этому. А то, что у нас новое поколение девушек очень талантливое появилось. И при правильной технике, работе, их возможность была видна уже в тройных прыжках. Что когда мы увидели, что появился этот запас, и что им тройной легко дается, то, конечно, уже начали думать о том, что надо же куда-то двигаться дальше. Конечно, это было все постепенно. Потому что в то время как раз-таки Алина с Женей тренировались. И были правила со второй половиной программы. Мы двигали все прыжки во вторую половину, чтобы больше баллов за это получать. Искали варианты с каскадами. Лус Ридбергер, который прыгал, Алина, чтобы еще больше баллов приносила. Ну и было понятно, что в целом мы дошли до пика. То есть, что вот то, что откатала Алина на Олимпиаде в 2018 году, с точки зрения технической оценки, был максимум в двух программах. То есть, если не добавлять туда тройного акса или четверных, дальше уже движения бы не было. Поэтому мы, конечно, понимали, что надо развивать фигурное катание дальше. И имея таких талантливых девчонок и видя, что прогресс в их исполнении тройных достиг нужного этапа, мы поняли, что пора браться за удочку Сергею Викторовичу. И с помощью этой поддержки и очень большого количества поролона учить новые элементы. Мы знаем, у Ани есть уникальное качество в нужный момент собираться и показывать максимум. И так было на всех важнейших турнирах в ее карьере. Вот ты понимаешь, за счет чего это происходит? Когда вообще все вроде бы плохо, все не так, и вдруг раз, и она выдает гениальное что-то. Ну, у каждого есть свой талант. И я считаю, что это как раз-таки ее талант, ее особенность. Для этого нужно быть очень сильным внутренним и уверенным в себе человеком. Но это все равно должно быть подкреплено тренировками. Потому что то, что ты можешь выйти и показать больше, это здорово, это очень важно. Но должна быть база, от которой ты можешь это показать. Поэтому когда ты готов на 100%, значит она может показать себя на 120-130%. А если там форма 50%, хорошо, это будет 70-80%, но это будет недостаточно для чистого катания или хорошего результата. Поэтому в тренировочном процессе все равно нельзя думать о том, что ты выйдешь и сделаешь. Сегодня не важно, как это, но завтра я выйду и сделаю. Все равно мы в тренировках всегда хотим видеть. Может быть даже, ну, понятное дело, что сложно показывать каждый день такой максимум и быть идеальным в тренировочном процессе. Но не опускать планку ниже определенного уровня. У тебя есть еще невыигранный чемпионат Европы. Наверное, очень большая для тебя цель. Финал Гран-при, который отменился в этом году. Это реально может быть стимулом, когда у тебя есть уже вот такая победа, самая главная? Честно говоря, я бы не сказала, что для меня стимулом являются медали, которых у меня еще нет. Наверное, я и до этого не каталась ради какой-то определенной медали. Мне кажется, что я катаюсь, потому что мне нравится, во-первых, сам процесс и больше даже выступление на соревнованиях в плане поддержки зрителей, в плане эмоций. И вот, как мне кажется, самый вообще ценный момент для спортсмена, это вот то, что я испытала секунды после произвольной программы. Это не момент в Kiss and Cry или в момент объявления оценок, а момент, когда ты заканчиваешь произвольную программу и чувствуешь, что вот сейчас на льду ты сделал максимум своих возможностей. Мне кажется, что вот именно ради этого момента я работаю. И пока я буду чувствовать в себе вот эти силы, что я могу и хочу это еще показывать, чувствовать эту поддержку зрителей, адреналин, вот, мне кажется, ради этого я катаюсь. Был у тебя момент, когда ты вот прям как Саша Трусова тогда вот орала, что ненавижу спорт, никогда больше и вообще все. Я тебя просто не очень представляю в таком состоянии. Ты бываешь? Нет, конечно, я тоже на самом деле очень эмоциональный человек и даже на тех же тренировках всегда очень сильно меняется настроение. И после каждой там неудачной попытки могу расстроиться. И если я могу расстроиться, наверное, после каждой неудачной попытки, то, конечно, после неудачной тренировки, там, приходя домой, у меня тоже часто бывает там выплеск эмоций, особенно если вдруг там бывает череда неудачных тренировок, все время держишь все в себе, в какой-то момент все равно выплескиваются эти эмоции. Но мне кажется, я никогда всерьез не задумывалась о том, чтобы оставить фигурное катание. То есть если какие-то там мимолетные мысли, я никогда не рассматривала всерьез возможность, что может мне действительно закончить или там оставить это дело, всерьез никогда это не рассматривала. Ну, конечно, какие-то тяжелые моменты там эмоциональные бывают. В этот момент как раз родители поддерживают. Чаще всего, наверное, они могут выслушать мои эмоциональные всплески. А ты думала когда-нибудь, сколько ты готова еще этим заниматься так же, вовлеченно полностью по максимуму? Потому что, ну, все равно есть планы какие-то, наверное. Ну, тяжело сказать конкретно о профессиональном спорте. Безусловно, если смотреть на долгую карьеру, то это, опять же, взлет и падение. И порой тяжело, наверное, переходить через какие-то трудности. Вот, но могу сказать, что пока, наверное, я готова продолжать профессионально. А дальше я уверена, что моя жизнь все равно будет связана с фигурным катанием. На самом деле, мне кажется, ты уже привыкаешь к тому, что ты не можешь быть абсолютно счастлив. Потому что ты в любом случае испытываешь огромное счастье за одного спортсмена. Твое сердце разбито из-за другого спортсмена. И ты видишь их эмоции, переживания. Ты не можешь спокойно к этому относиться. Я, в принципе, не понимаю, как человек с душой или сердцем мог бы спокойно относиться к той ситуации, которая происходила здесь. Потому что я хоть и взрослый человек по сравнению с девочками, но очень тяжело было. И я не спал, и похудел за это время. Поэтому я не представляю, как они справлялись с этим давлением. Но мы ходим на работу не потому, что надо прийти, а потому, что мы сами этого хотим. И когда мы создаем новые программы, видим результат нашей работы на соревнованиях. Восторженные овации зрителей, радость спортсменов. Ты понимаешь, что ты ради этого и живешь, и все не зря. Конечно, не бывает только положительных эмоций. Но мне кажется, за это люди и любят фигурное катание. И все, что мы показываем и даем зрителю. Потому что это абсолютно разные эмоции. И никого не оставляет это равнодушным. Аня, скажи честно, ты за девчонок хоть чуть-чуть переживала. Я понимаю, что ты сказала, что ты думала о себе много. И это абсолютно правильно. Это спорт, и ты здесь за себя. Но вот теперь думала, как они себя чувствуют? Ну, наверное, как я и говорила, до старта мысли только о себе. А после окончания своей программы, опять же, вот как я смотрела прокат Камилы, то, безусловно, я как человек, который видит и все ее тренировки, и также на себе многое проживает, конечно, я тоже не могу оставаться равнодушной. И, безусловно, смотря прокаты девочек, если получается, что я смотрю их после себя, то есть точно так же переживаю эмоции во время их прокатов. Вот, поэтому так. А поговорить удалось немножко хотя бы после того, что было в произвольной программе? С Камилой мы вечером, да, поговорили по душам. Я не знаю, вот Даня говорит, что невозможно, если у тебя есть душа, все это выдержать. Я думаю, все, кто смотрел, умирали от разрыва на разные части. Радость за тебя и страшная боль за то, что было там. А что ты будешь сейчас делать, когда приедешь в Москву? Ну, наверное, здесь важно, что у нас не конец сезона. Несмотря на то, что это главный турнир четырехлетия, мы возвращаемся назад. У нас даже нет особо времени передохнуть. Там я даже знаю, что, да, будут какие-то шоу или еще что-то, где я буду задействована. Но точно так же я должна буду вернуться к тренировкам. И, возможно, это и к лучшему, что у меня не будет вот этого времени просто отдыхать и думать о беззаботной жизни, что я должна быстрее вернуться к тренировкам. Наверное, это должно меня как-то подсобрать. И то, что дальше продолжается соревновательный сезон, это тоже очень важно. То есть отдыхать не хочется? У меня пока даже нет ощущения, что соревнования закончились. Я все еще напряжена и все еще не расслабилась, не выдохнула. Ну, в общем, пока даже до сих пор после этих соревнований не выдохнула. Но я думаю, что это и к лучшему, что особо не будет большого перерыва, чтобы как можно быстрее вернуться к работе и голова, чтобы совсем не отключалась. Есть ли у тебя планы еще что-то усложнять для себя? Я вот все время думаю про тройной аксель. Ты говорил, что двойной выучил самым последним из всех этих тройных прыжков. Реально вообще тройной аксель тебе? Покорить. Ну, по моим данным, я считаю, что это, конечно, реально. И не просто гипотетически. А в момент, когда я активно над ним работала, то, конечно, да, было понятно, что это реально. И, ну, наверное, в тот момент немного не дожала я это. А после немного так все закрутилось. Я уже довольно долго над ним не работала. Да, конечно, ну, не знаю, если возвращаться к нему, то это нужно посвящать много времени тренировкам и изучению его. Поэтому, наверное, если будет время, если я буду в оптимальной форме, это была бы такая для меня цель. Ну, не простая, но интересная, так скажем. Даня, как думаешь, возможно это? Ну, я-то был очень расстроен, когда мы перестали над ним работать. Потому что я понимал, что он очень нужен. И в короткой программе, чтобы набирать максимальные баллы без акселя уже сложно. И на самом деле были очень хорошие попытки. И это было очень близко. Но, как Аня сказала, закрутилось-завертелось. Это, конечно, очень хороший вариант, почему мы не нажали тройный аксель и больше его не тренируем. Но надеюсь, что все немножко отвертится. Но здесь вопрос желания самого спортсмена. То есть для того, чтобы прыжок получился, его нужно постоянно тренировать. И вот если мы его будем постоянно тренировать, то я могу в это поверить. Почему нет? Почему нет?